МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алан Морзаев работает в должности заместителя премьер-министра регионального правительства с августа 2022 года. Ранее он возглавлял МинЖКХ в статусе исполняющего обязанности министра. Чиновник курирует работу региональных Минстроя, Минтранса и МинЖКХ. Напомню, после сентябрьских выборов и инаугурации главы региона Ради Хабирова правительство Башкортостана ушло в отставку. До назначения нового состава республиканского Кабмина все министры и вице-премьеры работают в статусе исполняющих обязанности. Уборка зерновых близится к завершению. В 23 районах республики убрали уже 90% площадей, в 25 – более 70%. Хороший урожай показывают территории Зауралия, сообщил сегодня на оперативном совещании исполняющий обязанности вице-премьера Ишат Вазрахманов. Всего в Башкортостане скошено 85% зерновых и зернобобовых. Воловой на молот составил 2 миллиона 650 тысяч тонн. Интенсивно идет уборка масличных культур, рапса, льна, горчицы и других. Аграрии получили высокий урожай сои. Республика станет крупным российским поставщиком семян этого растения. В этом году было посеяно 19 тысяч гектаров. Сой в будущем площади планируется довести до 100 тысяч гектаров. Также приступили к уборке подсолнечника. Из-за переувлажнения в соцветиях встречается гниль, но в целом качество неплохое, отметил Ильшат Вазрахманов. Я на прошлой неделе был на приемке сам в Чингакуле. В целом качественный подсолнечник идет. Мы видим, что цена на него растет, так как конкуренция появилась где-то сегодня около 35 тысяч рублей за тонну. Это очень комфортная цена при себестоимости 27 рублей. Параллельно аграрии ведут подготовку под урожай следующего года. Зимой засеяли на 240 тысяч гектаров полей. Это 64% от плана. Продолжается засыпка семян на весенний сев. Уже готовы 159 тысяч тонн яровых зерновых и зернобобовых и крупенных культур или 60% от потребности. Республиканские многофункциональные центры за 9 месяцев оказали жителям и бизнесу более 5 миллионов услуг. По итогам уплаты госпошлин в бюджет Башкортостана за этот период поступило 230 миллионов рублей, сообщили в ходе оперативного совещания в ЦУР. В среднем ежегодные МФЦ оказывают порядка 6 миллионов услуг и приносят в казну более 400 миллионов рублей. Центры МАИ-документы присутствуют во всех районах республики. Это 77 офисов и 443 территориально обособленных подразделения. Сейчас заявителям доступны почти 400 видов услуг в режиме единого окна. Самые востребованные – это услуги Росреестра, Налоговой службы и Минтруда. Мы переформатировали работу наших окон и максимально переводим обращения по социально значимым услугам в наши секторы пользовательского сопровождения, где оказываем услуги в электронном виде. Во всех офисах МФЦ выдаем бесплатную электронную подпись «Госключ», которую можно использовать для подписания документов в электронном виде на федеральном и региональном портале «Госуслуги». Через «Госкуар» специалисты получают необходимые сведения о заявителях с портала «Госуслуг», что сокращает время обслуживания. А в будущем этот сервис позволит обращаться в МФЦ без предъявления паспорта. На реновацию 16 школьных стоматологических кабинетов в муниципалитетах Башкортостана направили в этом году почти 20 миллионов рублей. Из них 8 кабинетов уже получили лицензии и пролечили 127 учеников и 5 педагогов, сообщил исполняющий обязанности главы регионального Минобранауки Эльдар Мавлитбердин. Трудности с началом работы обновленных стоматологических кабинетов возникли у школ Белорецкого, Буздягского, Дзертюлинского, Крамаскалинского районов, городов Нефтекамск и Сибай. В некоторых завершается установка оборудования, брендирование и получение документов. В четырех медицинская лицензия уже имеется и в данный момент дополняется пункт об оказании стоматологической помощи в связи с тем, что старые стоматокабинеты не соответствовали новым требованиям СанПИН. Было принято решение о расширении площадей уже имеющихся стоматокабинетов. Работы по инновации в данных школах завершены, ремонтные работы завершены, оборудование установлено, ведется работа по внесению изменений в лицензию. На сегодня в Башкортостане насчитывается 237 лицензированных школьных стоматологических кабинетов. С 2019 по 2023 год создали 110. На эти цели из республиканского бюджета направили 132 миллиона рублей. В 2025 году власти республики планируют реновацию кабинетов в 16 школах. Средства на эти цели уже заложили. При этом, если от муниципалитетов поступят новые заявки, они также будут рассмотрены комиссией Минздрава и Минобразования. На административное выдворение из России мигрантов потратят 10 миллионов 700 тысяч рублей. Региональное управление судебных приставов заключило договор с Белгородской компанией компьютерной технологии. Фирма окажет услуги по бронированию и предоставлению проездных документов для иностранцев, а также сопровождающих их приставов. Лимит на 2024 год установлен в размере 2 миллионов 700 тысяч рублей, на 2025 – 8 миллионов. Оплата будет производиться каждый месяц, исходя из объема фактически оказанных услуг. Источником финансирования выступит федеральный бюджет. Исполнитель должен будет бронировать и предоставлять авиабилеты на перелеты в эконом-классе по кратчайшему или беспересадочному маршруту. В числе возможных – перелеты из Уфы в столицы крупные города Армении, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Если нужного направления не будет или перелет окажется нерентабельным, то мигранта могут по согласованию с ФССП посадить на поезд. Максимальная стоимость билета до Ташкента по контракту может составить 14 тысяч рублей, до Душанбе и Оша – порядка 21 тысячи, Баку – 20 тысяч, до Еревана – чуть более 14,5 тысяч рублей. У меня все к этому часу. Оставайтесь на РПК. Все хорошо.